Жалобы, 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 претензии, нарекания. Жалобы, 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 плохие воспоминания. Как живет Карагандинский регион, что происходит на окраинах и в центре, обо всем об этом расскажет наша книга жалоб и я, Антон Александров. Здравствуйте. Ежедневно разбивать ходовую часть автомобиля вынуждены жители села Алиханшетского района. Дело в том, что дорога здесь грейдерная и уж очень ухабистая. Местами грунт просел, стали образовываться буквально овраги. Если не знаешь путь, то угодить в лужу, наполненную водой, и утопить автомобиль вполне реально, говорят местные жители. Этот населенный пункт находится примерно в 100 километрах от районного центра, куда вынуждены ездить местные жители. Иначе госуслуги не получить, в больницу не попасть. В общем, передвигаться по этой дороге приходится по-любому. Только вот весь этот процесс, очень длительный и дорогой, автомобиль ремонтировать приходится чуть ли не после каждой поездки. Боятся, что вода перемерзнет. Жители Баженова-152, да и соседних домов, которые находятся на переулке Смелый. Дело в том, что коммунальные преобразования во дворе начались примерно месяц назад, но все никак не могут закончиться. В итоге по двору ходить стало невозможно. Везде куча глины, разрытая траншея и торчащие из-под земли трубы. Картина пугает местных жителей, потому как пробираться к дому стало сложнее. Да и с наступлением холодов вода в трубах может замерзнуть. А такая перспектива совсем не радует. Между тем в компании Караганды Супа спешили обрадовать волнующихся потребителей. По указанному адресу будут производиться работы по замене проблемного трубопровода. Работы должны активизироваться буквально со дня на день, пообещали коммунальщики. После траншея будет засыпана, а территория спланирована. Гаражный массив, что на объездной дороге за микрорайоном Восток-3, теперь будет заметать зимой снегом. Дело в том, что летом сюда усиленно ездили сорокатонники с грунтом и непонятным мусором. В итоге в укромных местах появились горы непонятных отходов, а грунтовая дорога превратилась в направление. Посмотрите, что сделали с дорогой. Мы же на легковых здесь ездим. Это же теперь ездить невозможно. Протекторы большегрузных машин продавили некоторые участки и теперь заехать в некоторые гаражи невозможно. Проблема эта усугубляется с выпадением осадков, потому как стали образовываться глубокие лужи в местах, где их никогда не было, жалуются автолюбители. Посмотрите, что сделали с дорогой. Теперь это снегозадержание. Теперь весной тут грязь просто будет непролазная. Асфальтного покрытия никак не могут дождаться жители улицы Мицкевича. Хотя сейчас укладывать его, наверное, не стоит. Погода для дорожно-строительного сезона уж очень скверная. А вообще интересно получилось. Новое асфальтное покрытие здесь появилось лишь на половине улицы. Оставшаяся часть так и осталась в грунтовом исполнении. Поэтому и стали возникать вопросы у местных жителей. Тут уже не проедешь никак. Уже все, лужи. Грейдером собрали здесь, вроде как выровняли, но ничего не положили. В городском Акимате нам сообщили, что прокладка асфальтного покрытия на улице Мицкевича остановлена по причине реализации совсем другого проекта. Замены водопроводной линии. После того, как проложат здесь новые трубы, будет рассматриваться вопрос укладки асфальтного покрытия. К слову, жителям соседних улиц переживать не стоит. На новый асфальт, говорят чиновники, имеется трехлетняя гарантия. Так что о выявленных дефектах стоит сообщать для своевременного их устранения. Не просто стало ездить не то, что в город, а в соседний поселок, жителям села Астаховка, что рядом с Тимиртау. Дорога там грейдерная и с каждым годом явно не становится все больше. От этого и недовольство местных жителей, потому как их машины постоянно в грязи тонут и в ямах застревают. Это единственная самая короткая дорога, соединяющая село Астаховка с другими населенными пунктами. Это буквально 3-4 километра страдания автолюбителей. Яма на яме. Дрова с двух сторон стоит. Первый буран, и здесь проезда вообще не будет. Хотя дорога под путепроводом тоже требует внимания. Здесь с одной стороны образовалось болото, а с другой сама проезжая часть усиленно подмывается. В итоге наполненную водой лужу на низком легковом автомобиле уже не преодолеть, жалуются местные жители. Проблема с дорогами и в селе Батпак жалуются местные жители. Вот так, к примеру, выглядит улица Садовая. Здесь асфальтного покрытия нет, а грунтовая проваливается на глазах. Местами дорога размыта, где-то лезут пучины. В общем, передвигаться по ней становится все сложнее. От этого и переживания местных жителей, что в населенном пункте требуется выравнивание дорог хотя бы грейдерам. Иначе провалиться в яму и застрять – реальная перспектива. И таких ловушек на пути становится все больше, говорят местные жители. Вот и просят обратить внимание на проблемы сельчан. Темно и страшно на улице Анри Барбюса по вечерам. Это район Новой Тихоновки. Дело в том, что пробираться до дома приходится в высоких резиновых сапогах. В другой обуви преодолеть грязевую жижу нереально. Темнеет сейчас рано. Уличного освещения здесь как такового нет. Поэтому и взрослые дети бредут домой с фонариками. Так хоть как-то удается оценить грязевые сюрпризы на пути и преодолеть их. Только вот как изменить ситуацию, местные жители не знают уж слишком все плачевно тут. Абсолютно невозможно пройти. Абсолютно. Одни лужи. И темень, темень. А дальше так вообще там страшно смотреть. Вот как вот тут вот проходить. Появление несанкционированной свалки боятся жители дома номер 21 в микрорайоне 11А. По соседству с контейнерной площадкой за забором происходит складирование различных отходов прямо на землю. Мусор выносят, собирают у себя во дворе. Даже из-за зимы, вы представляете, что может получиться. А к весне, там что весной, когда снег начнет таять, все, это хуже, что может получиться. Бьются за чистоту тротуара пешеходы 14 микрорайона Майкудука. Проблема это возле дома 20А. Здесь пешеходную зону автомобилисты превратили в проезжую часть. Это и возмущает местных жителей. Осенью колесами всю размокшую жижу несут на асфальтированную тропинку. Нам сделали тротуар. И для чего ее сделали? Если сюда заезжают все машины, и мы ходим по грязи. И теперь вернемся к истории из нашего прошлого выпуска. Тогда мы рассказывали о проблемах передвижения пешеходов по тропинке, идущей от домов Белинского 1, 2 и 3А. Восстанавливать путь из брусчатки уже начали. Это, несомненно, стало радовать. Так и преодолевать грязевую жижу станет проще и ходить безопаснее. Большое спасибо. Улица Белинского делают тротуарную дорожку. И не горит вот этот вот фонарь. Со школы вечером очень темно. Хотелось бы, чтобы освещали вот этот вот, именно вот этот поворот, потому что тут вот у нас гаражи. Вот дети идут вот так вот со школы домой. Таковы недовольства горожан, о которых мы успели рассказать вам в этот раз. На этом время программа «Истекло». Очередную порцию событий коммунальной жизни региона поведаю уже ровно через неделю. До встречи в следующий вторник. Жалобы, 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 претензии, нарекания. Жалобы, 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 плохие воспоминания.